В эфире программа «Путь к истине» в студии Вера Шеллер. Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней программы – роль информационных материалов в профилактике деструктивных культов. Сегодня у нас в гостях Полтаренко Дмитрий Сергеевич, шеф-редактор информационного журнала «Дэн Джене Заман». Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо, что пришли. Здравствуйте! Спасибо, что пригласили. В этом году вашему журналу исполняется 5 лет. Скажите, как вообще формировалось данное издание, что сделано за это время и чего все-таки добиться не удалось? Отмечу, что идея создания такого журнала у нас была достаточно давно. И отмечу, что данный шаг по Республике Казахстан, по крайней мере по той информации, которой мы владеем, является единственным в своем роде. Ни в одном регионе Республики нет подобного специализированного издания, направленного на просветительскую тематику в сфере религии. И только у нас, в Карагандинской области, выходит издание по государственному заказу. Мы считаем, что крайне необходимо рассказывать о том религиозном многообразии, которое нас окружает. Начиная с 1991 года, начиная с того момента, как Казахстан открыл свои границы для, скажем так, религии и веры, когда мы отошли от советского наследия и начали более свободно относиться к религиозным предпочтениям человека, мы пошли по новому пути, по пути не атеизма, а по пути, скажем так, развития религиозности каждого человека. То есть, сама идея, пропагандируемая государством, в первую очередь направлена на то, что человек имеет право верить, и это не возбраняется. Мы сами знаем, что в свое время, в советское время на это смотрели косо. Наше государство себя декларирует светским, и принцип светскости тем и хорош, что человек имеет право как верить, так и не верить. Отмечу, что основная задача журнала, которую мы видели, это показать не религиозные объединения с точки зрения их догмата, а показать религиозные объединения верующих людей с точки зрения их исполнения гражданского долга. То есть, мы хотим показать, что человек, ходящий в мечеть, в церковь, в синагогу, в какое-либо другое религиозное объединение, становится только лучше. Мы хотим показать, как через призму религиозности, через призму религиозной общины, наши граждане вносят свой вклад в построение нового общества. Вот такова была идея журнала. Ну, пять лет — это такой хороший срок. Мы поздравляем вас вообще с юбилеем журнала. Скажите, какие основные методы используются для освещения религиозных материалов в вашем журнале? Подходы какие-то? Ну, вы знаете, мы не можем похвастаться, как говорится, новыми методами, потому что мы не изобретали велосипед. Основными подходами в наших материалах является интервью с видными религиоведами, теологами, представителями религиозных объединений, психологами. Очень интересно, на мой взгляд, интервью с лицами, последавших от деятельности деструктивных религиозных течений, любой религиозной деноминации, сразу скажу, потому что очень многие почему-то считают, что это связано только с одной конкретной религией. Это не так. Интересное интервью с лицами вернувшихся из Сирии, с жусановцами. Также мы считаем необходимым разъяснять законы, концепцию Республики Казахстан в сфере религий, давать аналитические и познавательные материалы. Но самое главное, что мы видим в журнале, это возможность собрать все вместе в одном месте, все то, что касается религии. Потому что зачастую, несмотря на обилие информации, у нас возникает определенный не то, что информационный вакуум, но определенное недополучение правильной информации. Мы стараемся вот эту нишу немножко заполнить. Тема очень серьезная, сложная, важная, несомненно, для общества. Скажите, насколько сложно вообще искать героев к таким материалам? Насколько они активно идут на контакт и как работают? Вы знаете, насколько сложно. Да все сложно и просто одновременно. Здесь в первую очередь нужно понять, что это очень интересно, но очень важно тонкую грань не переступить. То есть очень важно, чтобы информация религиоведческого характера, информация, раскрывающая ту или иную религиозное объединение, не стало информацией пропагандирующей то или иное религиозное объединение. Потому что однозначно наша позиция, что нет плохих религий, нет плохих церквей, нет плохих мечетей. Есть люди, которые своим поведением, своим неправильным подходом к вере дискредитируют сами же свою церковь. Из-за этого очень важно показать, что мы разные, мы разные в данном случае, если мы говорим, мы разные в религиозном плане, но именно эта наша разность при взаимном уважении делает нас единым целым. Вы правильно отметили, что грань действительно очень тонкая и очень сложно писать такие материалы. Скажите, как вообще можно прочитать ваш журнал, где он, как он выходит, каким тиражом? Наш журнал выходит 4 раза в год, тиражом 1000 экземпляров. Распространяется он абсолютно бесплатно. Путем почтовой рассылки он доходит до всех отделов внутренней политики и центров по работе с религиозными объединениями, центр по изучению религий нашей области. Получить его можно бесплатно в библиотеках, учебных заведениях. И если говорить конкретно о Караганде, то это, естественно, управление по делам религии, Гоголевская библиотека, вузы нашего города, религиозные учреждения нашего города. То есть, в принципе, при желании человека получить эту информацию найти журнал не составляет проблем. К сожалению, сам принцип построения государственного заказа и выстроения взаимоотношений с сетью распространения печатных средств массовой информации не позволяют нам данный журнал бесплатно распространять в киосках. Это будет нарушение коммерческих принципов торгующей организации. А изначально основная идея была именно бесплатности журнала. Но мы прерабатываем вопрос с некоторыми торговыми сетями города по установке буклетниц, где будут находиться журналы. Каждый желающий может подходить к буклетнице, забирать журналы, читать. Как вы считаете, такие издания, насколько общество сегодня нуждается в таких изданиях? Насколько много может быть вопросов, которые некому задать? И есть ли вообще какая-то обратная связь у вас с читателями, которые обращаются, пишут, узнают, советуются? Вы знаете, ну, отмечу, что в настоящий момент информационное поле я бы сравнил с большой свалкой или каким-то супермаркетом. Вроде есть все, можешь взять все. Но насколько это свежо, полезно, нужно, качественно, вопрос очень большой. Посредством данного издания мы можем донести, разъяснить действия государства, направленные на регулирование конфессиальных отношений, объяснить законодательство, объяснить ограничения, раскрыть глаза на некоторые моменты, которые, к сожалению, у нас, но это, наверное, человеческая природа, очень многие вещи, которые делаются, воспринимаются в штыки. И только при разъяснении, почему, что и как, люди понимают, зачем. По поводу данного издания, я считаю, что есть возможность ознакомить читателей с историей людей, которые наступили на те самые грабли, которые на собственном опыте могут рассказать, что ища светлое и благое, на самом деле они нашли совершенно не то. Также отмечу, что, к сожалению, можем отметить, что в настоящий момент ведется настоящая информационная война. По-другому я не могу сказать. То есть, прикрываясь благими намерениями, прикрываясь красивыми празами, прикрываясь очень хорошими цитатами, на самом деле ведется работа по уводу определенной части населения от наших традиционных ценностей. Один из путей – это религиозный путь. То есть, никто не говорит, что религия плоха или хороша. Но религия – это… Не зря ее в свое время называли опиум для народа, при этом самое интересное, что слово опиум для народа – это не… Имелось в виду, что одурманивающая вещь? Нет. То есть, посредством религии можно очень многие вещи для себя сделать проще. Где-то успокоиться, где-то убрать боль, где-то найти поддержку. Но, как и любой наркотик, как и любой наркотик, как любое лекарство, при неправильном употреблении, при неправильной дозировке или при неправильном враче, он может привести к другим последствиям. И мы видим, к сожалению, вещи, которые показывают то, что нужно правильное понимание. Правильное понимание как деятельности религиозных объединений, так и деятельности государства в этом направлении. И посредством таких изданий мы можем это сделать. Что сегодня очень важно, особенно для молодежи, тех, кто действительно могут услышать и поверить. Вы знаете, в принципе, опять-таки отмечу, что наше государство светское. Верить или не верить, молиться, не молиться – решение принимает каждый сам за себя. Кому молиться, где молиться, как молиться. Решение принимает каждый сам за себя. Задача государства – максимально обезопасить гражданину возможность это делать. То есть задача государства – дать максимально открытое и в то же время безопасное поле для того, чтобы человеку чувствовать себя защищенным. Те ограничения и запреты, которые вводятся сейчас, например, в сфере религии, и вот по своей работе мне приходится встречаться с некоторыми представителями религиозных объединений. Я, например, слышу – ой, нам запрещают то, нам запрещают это, так далее, так далее. Отмечу, что правила дорожного движения имеют тоже много запретов. Если эти запреты правильно понимать, мы понимаем, что они нужны для защиты нашей жизни, нашего здоровья. Те запреты, которые есть в сфере религий, нужны для защиты нашей жизни, нашего здоровья. И отмечу для верующих людей, что очень важно, для защиты нашей же собственной души. Потому что иной раз, когда мы идем, когда мы верим, когда мы горим, мы можем гореть не тем пламенем, и идти не по тому пути. И что-то, что позволяет нам раскрыть глаза, что-то, что позволяет нам посмотреть на наш же вопрос под другим углом, под другим ракурсом, позволяет нам в первую очередь думать головой. То есть верить сердцем – это хорошо, но если ты веришь только сердцем, а не понимаешь головой, то это не самая правильная вера. Вот в информационном поле нашей области много разъяснительных материалов, просвещающих деструктивные течения исламства. Как вы считаете, почему мы видим очень мало материалов христианского направления, это касается просвещающих населения о положительном и, конечно, отрицательном воздействии на индивид данных культов, именно протестантских или неохристианских течений? Очень интересный вопрос. Ну, опять-таки, прям как в нашей жизни, все просто одновременно очень сложно. В первую очередь отмечу, что, несмотря на мнение многих немусульман, мне приходится с этим сталкиваться, наше государство на самом деле очень лояльно к другим неисламским культам. Это важно понимать и признавать. Достаточно посмотреть список запрещенных в Республике Казахстан религиозных объединений. Мы увидим, что из 21 пункта, которые признаны были судом запрещенных для деятельности на территории Республики Казахстан, минимум 17, судя по названию, являются псевдоисламскими. Но если вопрос ислама регулируется достаточно четко, то так сложилось исторически, в вопросах христианства вообще достаточно большой плюрализм. То есть я не буду перечислять количество церквей, деноминаций и так далее, которые за 2000-летнюю историю христианство успело пережить. Отмечу, что их очень много. И так скажу, например, в вашем вопросе прозвучало слово протестантские церкви. Скажу так, многие протестантские церкви являются традиционными в самом хорошем смысле этого слова. И для жителей нашего региона они автохтонны. Я не буду их перечислять, но они несут только благое, только хорошее. Эти церкви, которые являются семейными, когда мы рассказываем про такие объединения, мы хотим, опять-таки, рассказывать не о религиозной составляющей, а про жизнь общины, про вклад в общество, про взаимопомощь, взаимоуважение как внутри церквей, так и к окружающим. Но, несмотря на то, что такие публикации есть, сейчас я о положительном аспекте говорю, могу отметить и посетовать на определенную замкнутость таких традиционных для нашего региона протестантских течений. Это семейные церкви, которые не стремятся к активному прозелитству, это семейные церкви, которые не стремятся к какой-то саморекламе, они самодостаточны, они живут внутри себя, они радуются этой жизни, они помогают обществу, они помогают бабушкам, дедушкам, они помогают государству, но они не стремятся к тому, чтобы себя рекламировать. Также у нас в регионе есть новые, ну, в кавычках говорю, новые церкви, потому что они новые для региона христианского направления, тоже некоторые из них традиционны, некоторые нет, и вот приставка нео или псевдо тоже не вполне верная, потому что в данном случае пока не вынесено решение о том, что данная церковь является псевдо-христианской, все-таки мы причисляем это к христианской церкви, любую церковь. Вот, это наше наследие вот той самой открытости, когда к нам пришли миссионеры из других государств, приносили новую религию, я уверен, что это делалось с чистыми благими намерениями, часть наших граждан стала адептами именно данных религиозных динаминаций, вот, и они работают, они о себе рассказывают, и достаточно органично вплелись вот в ту мозаику, которая, по сути, есть все мы, вот. И на самом деле нам бы очень хотелось, чтобы читатели видели как раз работу и тех традиционных церквей, и этих не вполне традиционных, но, в принципе, церквей, которые работают на благо общества, каждый вносит свою лепту, каждый вносит что-то для построения общего и чистого мира, скажем так. Если мы будем открыты друг другу и держать с друг другом связь, то я думаю, что мы сможем рассказывать больше. В истории нашего журнала были примеры того, как мы рассказывали о данных религиозных объединениях. Опять-таки, ставя во главу угла не задачу рассказать о нюансах религии, о нюансах вероисповедания, о обрядности, а рассказать о том, чем живет данная община граждан Казахстана, данная семья, скажем так, религиозная семья, что они делают друг для друга, что они хотят делать для общества, чем они считают, что они могут быть полезны для общества, что они готовы предложить обществу, что они хотели бы изменить в обществе, потому что, отметим, что любое религиозное объединение, если оно направлено на чистом и правильном источнике, то помыслы только хорошие. То есть, многие религиозные объединения, о которых мы писали и рассказывали, например, заботятся о реабилитации наркозависимых лиц, заботятся, как я уже говорил, о старичках, о бабушках, о дедушках. И на самом деле скажу, что о них нужно рассказывать, потому что, к сожалению, некоторые религиозные объединения дискримируют не только себя, дискредитируют не только себя, но и такие вот малые церкви. Отмечу, что наше государство лояльно к религиозным деноминациям, и все, что требуется от религиозного объединения, это соблюдение законности и обычная человеческая этичность. Но вот некоторые религиозные объединения, я не знаю почему, но у них прям как обязанность считают необходимым ввести постоянный какой-то такой, знаете, скрытый латентный конфликт с государством. И получают вполне закономерный ответ, это запрет на деятельность. При этом, замечу, что в республике Казахстан, в список религиозных организаций, запрещенных к деятельности на территории республики Казахстан, не включена ни одна христианская организация. Например, в соседней Российской Федерации, то же самое религиозное объединение свидетелей Яговы запрещены. В Казахстане данное религиозное объединение имеет официальную регистрацию. Ну это в принципе так, к слову, но вот просто к примеру. Спасибо большое, что вы пришли к нам на программу. К сожалению, время подходит к концу. Мы еще раз поздравляем вас с юбилеем вашего журнала, желаем вам хороших материалов и благодарных читателей. Большое спасибо. А я с вами прощаюсь. Это была программа «Путь к истине». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин